По легенде учения, спецавтомобиль, перевозивший транспортировочный упаковочный контейнер с источником, попал в ДТП. Упаковочный контейнер разгерметизировался, а стакан с находящимся в нем источником Цезия-137 оказался на дороге. Персонал, находившийся в автомобиле сопровождения, действовал по аварийной карте. Сообщили происшествию начальнику смены завода, оцепили место аварии, выставили сигнальные знаки, эвакуировали всех посторонних зевак. Первой к месту происшествия прибыла оперативная группа специальной аварийной бригады производственного объединения «Маяк». К этому времени о виртуальной аварии уже знало не только руководство предприятия, но и Росатома. К месту ЧП прибыли специалисты аварийно-технического центра Федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института имени Академика Забабахина, Озерского филиала «Атомспецтранс». Врачи клинической больницы номер 71 оказали медицинскую помощь пострадавшим, а специалисты Южноуральского института биофизики оценили радиационную ситуацию и, по легенде, водители спецавтомобиля получили примерно по 250 микрозиверт. При таких дозах пострадавшие проходят обследование в центре профпатологии. Примерно через час после ДТП с Сезим-137 штаб КЧС уже начал свою работу. В воздух был поднят квадрокоптер, который в режиме онлайн провел радиационную разведку. В зону аварии пошел робот, который вернул и источник, и стакан в упаковочный контейнер. А с помощью автокрана контейнер был помещен в спецавтомобиль. Проверялась готовность персонала, его знания, наличие технических средств, инструментов, навыки работы персонала с этим инструментом, оперативность, исполнение указаний, приказов, связь. Было отработано взаимодействие между силами и средствами предприятия специалистами различных организаций. Аварийная ситуация была ликвидирована. Персонал отработал четко.